здравствуйте друзья вы на канале f1 стелсик и как всегда по горячим следам подводим итоги гран-при айфеля на легендарной немецкой трассе нюрнбург ринг поехали естественным образом мы хотели бы начать свой обзор с того что льюис хэмилтон выиграл гран-при альфеля он уже второй раз побеждает на трассе в нюрнбургинге первый раз был в 2011 году кроме того он одержал свою 91 победу в карьере и сравнялся по этому показателю с легендарным михаэлем шумахером после финиша очень символично было то что миг шумахер принес и подарил льюису хэмилтону один из гоночных шлемов своего отца когда тот выступал за mercedes что до макса ферстаппина он финишировал вторым оставив за собой лучший круг гонки а даниэль рикьярдо наконец-то поднялся на подиум в составе команды рено и сирилу аббит булю придется сделать татуировку на которую они поспорили с даниэлем рикьярдо подиум есть значит татуировка тоже будь еще одной особенностью этого гран-при было то что у нас произошла замена заболевшего лэнсова строла правда не коронавирусом но какой-то каким-то недомоганием на ника хюлькинберга нашего старого знакомого который уже в нескольких гран-при заменял серхио переса который переболел коронавирусом и ника хюлькинберг несмотря на то что сел в машину в квалификации в последний момент и плохо квалифицировался всего лишь на двадцатом месте заработал 4 очка за восьмое место предполагаемый уикенд который хотели провести вымали на гран-при эмилии романии мы уже увидели здесь на гран-при айфеля когда у нас была одна свободная практика правда не полтора часа а час и квалификация с гонкой но за счет этого к сожалению не участвовали в своем своей первой практике формуле 1 2 пилота это миг шумахер за альфа ромео и колумб айлот за команду хас их дебют скорее всего отнесут куда-нибудь на более позже позднее время в чемпионате легендарный нюрнбург ринг еще известен тем что ники лауда попал в 76 году в очень ужасную аварию исторически кадры видели наверное многое многие из вас когда он чуть не погиб от загоревшейся машины после чего у него были вот эти все ожоги которые сохранились до конца жизни но ники лауда вернулся к сожалению тот чемпионат выиграл джеймс хант а ники лауда у нас выиграл следующий чемпионат и в итоге он стал трехкратным чемпионом мира когда завоевал свой крайний титул последний в составе команды макларен да кстати чуть не забыл еще про одного рекордсмена это киме райканен он принял участие уже в 323 гран-при и соответственно опередил по этому показателю рубинса баррикелла которого и было 322 ну да ладно начнем обо всем по порядку и расскажем о том что в первых двух практиках из-за того что медицинский вертолет не мог подняться воздух и в случае чего возможность отвести гонщиков от травмированного в ближайший госпиталь не было то руководство фио в лице майкла массе приняло решение о том что и первую и вторую сессию придется отменить что касается субботы на следующий день туман рассеялся было достаточно холодно все очень себя некомфортно чувствовали в этих сурых и холодных условиях но тем не менее температура была около 8 градусов а температура трека 16-18 градусов и удалось провести третью практику в квалификации у нас была упорная борьба в третьем сегменте когда за пол боролись трое это как обычно льюис хэмилтон с валтери ботасом и макс ферстаппин в третьем сегменте в первой попытке макс ферстаппин чуть-чуть обыграл и ботаса и хэмилтона однако заключительной попытки ботас перебил время макса ферстаппина и опередил и льюиса хэмилтона и макса ферстаппина из пола стартовал именно он что определило дальнейший ход борьбы в гонке блестяще выступил шарли клер учитывая форму феррари пробился аж на четвертое место и опередил алекса албана на двенадцать тысячных в борьбе за четвертое место дэн рик ярда был со стабаном оконом шестым и седьмым а себастьян феттель у нас не попал в третий сегмент и остался только одиннадцатым следует сказать что гран-при на нюрнбургинге проводился уже 42 раз и соответственно старт гонки у нас получился очень насыщенным потому что в первый поворот льюис хэмилтон входил в принципе лучше чем в алтаре боттес потому что ему удался лучше старт однако же боттес сумел выставить этот натиск и уже в следующий поворот он зашел лидером и в принципе это лидерство ему надолго также не удалось удержать были какие-то прорывы небольшие но они имели более скажем локальный характер до тех пор пока рик ярда не обошел шар леклера у которого уже начали сдавать шины шар леклер в принципе был на четвертом месте а макс ферстаппин сразу за пары мерседесов на третьем но ошибка боттеса на торможении привела к тому что его обошел льюис хэмилтон затем его по он попал под атаки макса ферстаппина ему пришлось ехать в боксы за квадратившийся шин а в целом в гонке он потерял лидерство затем еще сошел из-за механических проблем из-за отказа одной части силовых установок в ходе гонки как всегда у нас отметился себастиан феттель он пытался атаковать антонио дживинаци но машину развернула в первом повороте и потерял таким образом три позиции несколькими кругами позже в в полу борьбы райканен выбил рассела и стюарт и признали его виновными в инциденте наказались 10 секундную штрафом что касается еще соседших это были эстабан окон это проблемы с тормозами алекс албан из-за механических проблем и ландо норрис из-за силовой отказа силовой установки сошли у нас гонки также хотелось бы отметить инцидент нашего дани квята с алекс албаном они боролись очень плотно в принципе да не проводил неплохую гонку но алекс албан в одном из поворотов когда обгонял нашего дани квята снес ему переднее антикрыло за счет этого да не пришлось целый круг ехать для того чтобы попасть боксы и это очень много отняло у него времени соответственно он провел неудачную гонку и к сожалению финишировал лишь только пятнадцатом даже не смог обойти николас латифель настолько он был деморализован несмотря на выезд автомобиля безопасности когда убирали машину норриса или тонн вновь удалось собраться вместе и на 49 круге объявили рестарт главной интригой было конечно не борьба хэмилтона и ферстаппина который в принципе ничем не отличалась и хэмилтон спокойно довел гонку до победы а тем что за подиум нас боролись дэн риккярдо и серхио перес все уже давно ждали подиума от рено и это было самой главной интригой и дэну риккярдо удалось отстоять свое третье место и впервые за много-много лет команда рено вновь на подиуме в лице даниэля риккярдо карлос сайнс у нас стал таким образом пятый пьер госли провел отличную гонку с 12 место финишировал на шестом шарли клир получается потерял три позиции ника хюлькинберг у нас на восьмом месте заработал четыре очка и роман гражан и антонио джувинаци заработали два очка и одно очко соответственно для романа гражана это в принципе первые очки в этом сезоне что касается положение в личном зачете льюис хэмилтон упрочил свое лидерство почти уже до 70 очков ботас сошел то есть он ничего не набрал макс ферстаппин немного подтянулся к ботасу после двух сходов в италии и чуть ближе между ними дистанция всего лишь 14 очков на четвертое на пятое месте соответственно вышли даниэль риккярдо и серхио перес 78 счет 8 очков соответственно также mercedes упрочил свое лидерство в кубке конструкторов а racing point стала третьей из команд в кубке конструкторов между которыми идет очень плотная борьба из главной соперники это макларен и рено ну и практически уже не остается шансов у соперников льюиса скорее всего почти со стопроцентной уверенностью можно уже практически поздравлять льюиса с седьмым титулом команду mercedes с победой в кубке конструкторов потому что гонок остается все меньше и меньше португалии эмилии романион на трассе вымоли в турции в стамбуле две гонки в бахрейне и абу-даби соответственно сезон наш короткий и постепенно подходит к своему завершению поэтому до новых встреч встретимся через две недели на гран-при португалии в портимао до свидания и